Всем привет! С вами Николай Вардоктор Реклойдер на канале Николай Вардоктор Реклойдера. Я намереваюсь продолжить игру Ace Attorney, да, Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Хотя у него, по-моему, иногда его просто называют Edgeworth Investigations. Сейчас я, короче, запущу всё, что мне необходимо. И мы начнём. Так, это ещё нужно запустить. Так, это и вот это. Так, сейчас приходится чуть-чуть подождать, пока прогрузится, конечно. Так, а с этого там будет нормально. Нет, он мне тоже не может подписать, подписывать, показать. Ладно. Вот так, когда мы выходим. Угу. Сейчас. Ай, момент. Реклама, конечно, куда же без рекламы. Так, всё сейчас. Всё же нужно, экран появится. Да. Экран появился. Или нет? Так, погодите-ка, я свой собственный стрим не могу увидеть. А, вот, всё увидел. Да, всё идёт, отлично. Продолжаем тогда. Да, разумеется, с момента сохранения. Так, причина отмертен. Боже, я не могу поверить, что мистер Хиггс разбился насмерть. Я бы и за миллион лет не догадался. Это всё ещё лишь гипотеза. Тем не менее, расследование должно доказать её правдивость. Говоря о падении. Я рад, что тот... ...любитель искусства в порядке. Он довольно-таки впечатляюще шмякнулся. Да, ему повезло, что он упал на этот груз. Да. Я могу это прямо сейчас увидеть. Пассажир заплатил за ошибку полиции. Подлил ли прокурор Эджвард масло в огонь первого убийства со второй смертью? Да, я уверен, это было бы на первой странице. Это не смешно, детектив. Да уж. Грузовой сек очень большой. Не могу поверить, что они разместили здесь такое. Детектив. О чём вы? Мы сейчас ведём расследование. О! Вещи падают на меня. О-хо! Не могу начать работу без чего-то подобного. Да будет неплохо, если вы напишите там, как картинка, как звук. Что ж, давайте вернёмся на... Нет, скорее... Давайте устроим отошоу. С какого предмета вы хотите начать? В этом мире есть простые мазохисты, а есть гамшу. Ладно. Мы какой-то груз должны были осмотреть, насколько я помню, в прошлый раз. Да, вот так вот. Вид, за таким большим количеством груза должно быть дорого для... для экипажа. А, да, это он... По-моему, он уже говорил про то, как он был грузчиком или что-то подобное. Ладно, нас, по-моему, интересует конкретная вещь. Чтобы вспомнить, какая именно. Там всё вроде этот флаг. Так, если я сюда ткну, он нам опять будет рассказывать про свою нелёгкую юность, да? Да. Значит, скорее всего, это не то место. Так, тогда, видимо, здесь. Здесь разбросаны всевозможные ящики. Здесь написано Playmobil. Здесь написано легко вспламеняющиеся, а здесь сказано фармацевтическое. А это только для нужд экзорцизма. Какими вообще операциями занимается эта авиалиния? Замечательно, тут есть какие-то вещи для экзорцизма, надо их припирить. Вдруг придётся содержимыми делами. Блин. И всё-таки. На чемоданы мы вроде уже смотрели. Всё, оставлены чемоданы. Низаль, что Нистанера их так и не сделала. Это всё уже было. А, ну он тут предлагает, как можно было бы это проще. Купите один, остальные получите бесплатно. Или выиграете лотерею и получите ещё один бесплатно. Как насчёт этих идей, сэр? Я думаю, если бы они так сделали, проиграли бы все. Если вы заметите что-то странное, немедленно подойдите и скажите об этом. Хорошо, приятель? Понял вас, сэр. Довольно необычно видеть, как Гамшу командует. Он должен быть, и он должен превосходить этого офицера. Если попадёшь в неприятности, предоставь это мне, окей? Да, сэр. А, осторожней, детектив Гамшу. Грязнули. Я думаю, что... Сэр. Твоего необходимо уменьшить. Я следовал по вашим стопам, сэр. Я пытался управлять подчинёнными. Жестокая и непрощающая к детективу, даже перед его собственными подчинёнными. Блин, ну что за хрень? Ладно, может быть, на лифт надо посмотреть. Вроде на него мы не смотрели. О! О! Я просто обожаю нажимать кнопочки на лифтах и светофорах. Вот, попробуйте, сэр. Ну же, нажмите. Лифт сейчас остановился на первом этаже, детектив. Он не может двигаться. О, да. Думаю, если нажать, ничего не произойдёт. В любом случае бы ничего не произошло без специальной ключ-карточки. обе и дверь в комнату персонала и в комнату бортпроводников и управление, панель управления лифтом требует ключ-карточку. Так что пассажиру здесь невозможно пройти. Что ж мы должны нанести-то именно не так? Кимодан я вроде тоже заглядывал. И так, мистер Хиггс был на самом деле агентом интерпола. Это так круто! Не могу поверить, что он был в интерпола. Это же приключения и роскошь. И чудесный большой побег, когда тебя хватает враг. Только не в этом случае не было никакого большого побега и никакого чуда. А, то есть никакого чуда. Это все никак нас не продвигает в расследовании, блин. что это какой-то пустой треп. Можно поговорить с тобой с Франциской. Не думаю, что у нас есть время для болтовни. Тебе надо доказать свою гипотетическую ситуацию. Ну да. Так. А если я вот отсюда подойду, например, да, и посмотрю. Блин, все-таки неудобно, когда курсором выступает сам персонаж. Еще труднее бывает угадать, во что ткнуть. довольно-таки большой грудь. На нем метка, сэр. Давайте посмотрим. Красная статуя Алифа. Никогда о ней не слышал. Я тоже не слышал. Но все, что меня волнует, сможем ли мы доказать, что ее здесь не было во время преступления. Что ж, продолжим расследование, сэр. А, отлично, сюжет начал двигаться, потому что этот придурок опять зашевелился. посмотрите. Не смейте трогать мои вещи без моего разрешения. А, не надо так вбегать, приятель. то есть это принадлежит мистеру Лобланку. Интересно, что еще я смогу о нем узнать. Так. видимо, надо с ним поговорить. Груд Лобланку. То есть этот грустный лежит вам, мистер Лобланку. Конечно же мне. Я привез этот замечательный образец искусства из Европы. Эта красная статуя Олива стоит 10 миллионов центов. Нет. Ой. Блин. Я опять стипнул раньше, чем успел прочесть. Придется трансляции быстро глянуть теперь. слава богу, задержка небольшая. А, он сказал нет, наверное, намного-намного больше. В общем, я так понимаю, он еще долго будет нас веселить. Ёпсих, кто он такой, чтобы меня таки с пальцами? Хм. Наверное, мистер Лобланк выбрал этот самолет именно из-за огромного грузового отсека. 10 миллионов центов. Я думаю, вам лучше перестать подсчитывать, сколько пакетиков лапши вы могли бы на них купить детектив. Откуда вы узнали? Похоже, вы все лучше и лучше сможете видеть насквозь. Сквозь годы. Нет. Стоп. Я думаю, вы все лучше и лучше учитесь видеть насквозь через годы. Да. У нас еще есть ретенгеновское зрение и телепатия. Так что мы не можем проиграть. Так. люди растут с каждым оборотом планеты вокруг Солнца. Он, судя по всему, продолжает оставаться на месте. Эмис Реджер. Так, 10 миллионов центов. Это в евро или в долларах? Это разве имеет какое-то значение к делу? И Стралабланк. Есть шанс, что ваш груз имеет отношение к убийству. Неинтересно. Позволите ли вы нам его изучить чуть ближе? Это очень ценное произведение искусства, так что нет. Не смейте его трогать. ценное произведение искусства. Мистер Лабланк заявляет, что привез это произведение искусства из Европы, но что-то, видимо, не сходится. Так. Давайте еще раз проверим улики. Как обычно в непонятных ситуациях. или не до конца понятно. Так. А, ну да, там по-моему герб стоит как раз таки это Азиатская Республика. Зенгфа. Так что, наверное, сейчас мы сможем его поймать на лжи или нет. Ладно, сейчас надо проверить. А перед этим сохраниться. вообще, пожалуй, я ненадолго отойду. Редактор субтитров застал. Продолжение следует... 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 А, не было никакого момента во времени, когда статуи здесь не было. Да, это сертификат добавлен в органайзер. Я вынужден не согласиться. Мы не можем отказаться от этой теории, пока я не увижу статую, собственно, то есть, эээ, своими глазами. Хм. Что ж, желай дальше. А, нет. Хм, в таком случае твоё желание исполнено. Посмотри на неё сам и увидишь, что я прав. Боже, какая она уродливая. Это, я знаю, что я где-то уже это видел. Это... Алиф... Фред? Алиф... Алиф... После того, как её вывезли из музея в Европе, я её привёз в эту страну, чтобы выставить на показ. Думаю, здесь необходим более близкий взгляд. По-моему, на фото была такая же статуя, которую сделал убитый. Да. Наплевать немного хлеба, интересная идея. Да. Опции логики у нас больше нет. Мы теперь очень нелогичные, вулканцы не одобряют. Так это знаменитая статуя Алифреда. Хм. Что такое, мистер Эджвард? Вы что-то нашли? Что-то не так с этой картинкой. Нам следует её изучить более внимательно. Так. Ага, я и тут могу сохраниться внутри игры. Отлично. Да, это радует, что в любой момент можно сохраниться. Ну, почти в любой, в некоторых нельзя. Так. Хм. Так это статуя Алифреда. Я уверен, что где-то её уже видел. И видно, что эта штука стоит 10 миллионов центов. Посмотрите, как она сверкает, сэр. Я бы не назвал это сверканием, детектив. Может быть, слабым сиянием разве что. Так. Ага, понятно. Он везде говорит одно и то же. Ну что ж. Я так полагаю... Эм... Так. Где-то эта хрень была. Да, собственно, вот эта самая уродливая статуя. Но, правда, она не такая же. Здесь она, как мы можем видеть... Ага, здесь она вроде больше. И у неё вот эти вот красные глаза. Значит, наверное, на глаза нужно указать. Так. Надеюсь, я прав. Это как-то связано с уликами, которые у меня есть? Эти глаза ужасно оранжевые, не так ли? Да, и красивые. Они напоминают мне о закатах, когда я был в начальной школе, сэр. Подождите. Ну да, Грейс Скотт начальный, по-моему. Я думаю, ты не понял, о чём я. Нет, я понял. Это действительно как цвет заходящего солнца, сэр. О, воспоминания. Помню, как стоял в поле. Махай руками, пока мне не становилось плохо. Меня не волнуют твои закаты. Фокусируйтесь, детектив. Какого цвета глаза на фото? А? А, сэр. Они красные? Как я и думал. Это статуя-подделка. Мистер Лабланк. Что вы хотите? Вы что, не знаете, что я занятой человек? Я вам дам две секунды для вашего ответа. Али Фред. Я думаю, это ваша радость и гордость, не так ли? Это самый большой трофей в этой европейской поездке. Вообще, по виду статуя скорее какая-то африканская или индейская. Знаете, почему я хочу эту статую? Это началось 17 лет назад. Лучше взять стул, сэр. Похоже, нас ждет долгая история. Мистер Лабланк. Жаль вам сообщать. И... Мне действительно... Жаль, но... Что? Жаль за что? Вы увидите. Я хочу, чтобы вы сравнили эти глаза. Чтобы вы сравнили глаза. У этого гиганта были очень яркие и красивые глаза, в отличие от ваших. Я говорю не о нас. Я имею ввиду глаза статуи здесь и той, что на фото. Почему вы внезапно орете? А теперь... О! На этом фото статуя, показанная в Европейском музее. Да, хреново быть дольтоником в этом случае, я полагаю. Теперь вы видите мистер Лабланк. Статуя перед нами поддельная. О господи, с ним опять это происходит. Его внутренняя натура синобита прорывается наружу. Еще немного и он начнет кидать крюки. Я верю, что дальнейший осмотр покажет. Я уверен, что требуется дальнейший осмотр после того, как мы убедились, что это подделка. Должно быть какое-то доказательство, что это привезено на борт из Зенгфа. И я покажу вам улику, которая разрешит это противоречие. Да, в общем, дешевая китайская подделка статуи. Так, ну у нас вроде есть герб Зенгфа. наверное это как-то должно подтвердить я тут не вижу ничего похожего на этот герб блин да с глазами было проще так еще раз там еще какие-то иероглифы надпись это не особо помогает я думаю так это подделка тот продавец искусства тоже не выглядит особо счастливым из-за этого я доберусь до суть этого ради его блага и ради моего так это начинается довольно непонятно так так Интересно, интересно. Сейчас, сделаем там эту статую, посмотрим. Ухм. Ухм. Ага Интересно Вроде как вот оно Это как-то связано с уликами, которые у меня есть Интересно Так Так Да, вот тут уже сохранить нельзя Загреть Приди Здесь явное противоречие Что ты имеешь ввиду? Просто один грустно скнулся на другой А, это невозможно Но тем не менее это произошло Такого не должно быть, но Статуя находится На этой материи Что стоит на этой материи Учитывая, что Ближайший груз был Завезен на борт В Зенгхва Он Он никак не Может Быть Под чем-то из Европы Следовательно Эта фальшивая статуя была Заведена на борт Зенгхва Но Что насчет сертификата на груз? Дай я тебя спрошу в ответ Что насчет агента Хикса? Зачем он спустился сюда Посреди полета? Есть лишь одна причина почему Чтобы добыть улику О О деятельности контрабандистов На борту этого самолета Это ты так говоришь Но Я не думаю Что ему это надо было делать Посреди полета Мы могли и так же легко Обыскать груз После того, как самолет бы приземлился Может и так, тем не менее Все Несколько наоборот, Франциско Конечно, агент Хик смог дождаться Пока самолет не приземлится Но у него была причина Спуститься в грузовой отсек Предположим, он Обнаружил Фальшивку В аэропорту Это было после того, как Обмен был произведен В этот момент Подозрение, естественно, упало бы на владельца статуи Который никак не мог бы доказать, что статую подменили без его ведома Что означает, что есть кто-то еще Следовательно, вовлечен кто-то подделывающий сертификат на груз Так, отлично, мы вернули репутацию Так, я думаю Жертва знала, что Настоящая версия этого Я полагаю, жертва знала, что настоящая версия этого была украдена, а? Да Хоть это фото и выглядит, как обычный сувенир Оно было взято, чтобы позднее использовать в качестве доказательства Далее Агенту Хиггсу нужно было добыть доказательства, что контрабанда имела место Он спустился сюда, чтобы сделать фотографию груза Который должен был быть пуст перед тем, как фальшивую статую загрузили бы на борт Фотография Пропавшего произведения искусства была бы достаточной После этого все, что ему нужно было бы сделать Задержать груз... Задержать груз... Задержать груз... Задержать грузчиков из инфа и арестовать контрабандистов Точно Все это лишь доказывает мою теорию Если статуи не было в грузовом отсеке Во время перелета между Европой и Зенгфа Было достаточно... Было достаточно места для того, чтобы агент Хиггс разбился Офицер Немедленно уберите эту статую Я хочу, чтобы ее внимательно изучили внизу Немедленно Мишлан Карма Я готов сообщить о своих находках Это по-моему этот эксперт Продолжай Убрав статую Алифред с пути Мы изучили местность Мы изучили местность под ней с помощью Люминола И... Была реакция Я вижу, была реакция на Луминол Подтверждение, что здесь была кросс А... Мы можем теперь перестать на это смотреть Похоже, что моя дедукция была верна в конце концов Похоже на то Преступник Преступник, тем не менее Убрал кросс И как по-твоему он это сделал? Как убийца убрал всю кросс? А, черт А, ну да При помощи одежды, наверное Получай Убийца использовала кровавленную одежду, которую я нашел в чемодане для того, чтобы убрать этот бардак Я вижу Им нужно было вытереть всю кровь до того, как самолет приземлится в Зенгфа Да Потому что иначе Команда грузчиков обнаружила бы его во время разгрузки Так вы, ребята, говорите Что убийство произошло до того, как самолет приземлился в Зенгфа Другого подходящего времени для убийства не было Но если все было так Это подвергает показания определенных людей сомнению Если убийство произошло до того, как мы приземлились в Зенгфа То это становится очень подозрительным Показания миста Нейро, показания мисс Мелли, показания мистера Лабланка Как вам, кстати, картинка на носе? Мисс Мелли? Вспомните показания мисс Мелли касательно Агента Хиггса, когда мы прибыли в Зенгфа Я видела, как мистер Хиггс сидел на своем месте с 5 утра, знаете Она заявляет, что агент Хиггс был жив во время Когда происходили работы, но Это полностью противоречит фактам, сэр Зачем ей лгать о чем-то таком? Я думаю, единственный, кто может на это ответить, сама мисс Мелли Продолжение следует Уж сейчас-то, наверное, окончательный конец будет Часть вторая Часть вторая Нижняя палуба Грузовой отсек Мисс Мелли Мисс Мелли А? Вы помните, что вы ранее говорили? О том, как отвечали на вызов, когда мы прибыли в Зенгфа А? Вы утверждали, что мистер Хиггс в это время сидел на своем месте Тем не менее, это просто невозможно Потому что мистер Хиггс Когда мы улетали из Зенгфа Он был уже А на этот Все парты Улетали Потому что мистер Хиггс был мертв задолго до того, как мы вообще коснулись земли Зенгфа О? Мисс Камимелли Эмм Может быть я видел не то, что я думал? Никто не может делать такую большую ошибку, мисс Мелли Эмм Но я такие бубу делаю постоянно А? Так мы никуда не придем Должен быть лучший способ разрешить противоречия Очень хорошо, мисс Мелли Пожалуйста, расскажите мне о своем алиби во время этого временного отрезка В то момент, как мы приземлились в 3 ночи И до того момента, как в 6 утра было найдено тело Вы утверждаете, что я подозреваемый, мистер Эджворд? Алиби мисс Мелли О, да С 3 до 4 я была, ммм В комнате для бортпроводников Совсем одна одинешенька А, да И с 5 до 6 я была В комнате бортпроводников Одна одинешенька Как человеку реагировать на такие показания? Не с Мелли, проснитесь! А? И она снова уснула Похоже, единственный способ Разбудить ее, давить на нее Ну, про Феникса трилогию прошли, да Эту проходим сейчас Пока что это второе дело из 4 или из 5 Но уже конец этого дела Подождите Подождите Мисс Мелли, проснитесь Мисс Мелли, проснитесь Хух Крышка получилась Я проснулась, я проснулась Мал Сэджворд Я требую, чтобы ты сделал что-нибудь С этой бортпроводницей Зачем просить меня что-то делать, если ты наконец-то можешь применить свой кнут по назначению? С трех до четырех я была в комнате бортпроводников одна денешенька Подождите Если я правильно помню Если я правильно помню Еду принесли в первый класс И... Лучше 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 Это... Лучше Да, но... Все это делает мисс Рода Так что вы делали в комнате бортпроводников в это время? Ела и... Затем наблюдала замечательные сны Затем То есть вы спали на работе? Ни за что! То есть... Сон это тоже часть работы, знаете ли Охренеть, то есть... Часть работы бортпроводников, что-то спать, это интересно Спать и получать за это деньги Пока, Иван Так... Мисс Мелли Сколько раз мне повторять? Проснитесь? Ой, проснулась За что вы стекаете меня, сэр? Оооо... На чём я остановилась? Что я пропустила? Бедному детективу досталось из-за вас! Правда? Что ж, мне жаль! Вы можете исправить положение, если продолжите давать поставки Сказание Подождите! Так вы все это время были одни, не так ли? Да, никто так и не показался и не сказал мне привет Что ж... Я думаю, противоречие показалось и сказала привет Что мне стоит сделать? Должен ли я выразить протест? Выразить протест? Не выражать протест? Мисс Мелли Есть явное противоречие в ваших показаниях А? О чём вы говорите? Невозможно, чтобы всё это время вы были там одни Кстати, тут мы не можем профили, то есть досье показывать в качестве улик Это некоторый шаг назад в игровой механике Может быть, во второй части Эдварда они это вернут Так... Я думаю, чек, наверное, доказательство Или нет? Ладно... Сделаем смелую догадку, наверное... Сделаем смелую догадку, наверное... ... ... ... ... ... ... ... Надеюсь, это правильно... Да... Интересно... ...могли бы вы посмотреть на этот чек, мисс Мелли? А? Чек? За что? За чемодан, который принесла миста Нейро Теперь я хочу, чтобы вы обратили своё внимание на указание времени Как вы можете видеть, здесь явно сказано 5.40 утра Миста Нейро? Да... А? Почему убийца здесь? Я думала, что вы должны были забереть её ... ... ... ... ... ... Это заразно все-таки Я потребовал, чтобы она присутствовала здесь как свидетель Который сможет разоблачить вашу сложную ложь То есть вашу хорошо сконструированную ложь, наверное Ну что ж, мистер Нейрон Между 5 и 6 утра Вы отправились из первого класса В полетный магазин, верно? Да Я пошла туда, чтобы купить чемодан После чего сразу отправилась в комнату босс-проводниц И вы видели там мисс Мелли в это время? Нет? Итак, мисс Мелли Так где же вы на самом деле были между 5 и 6 часами утра? Мисс Камимелли А? Хвалите Я здесь задаю вопросы Да, может быть все так Наверное, я просто с ней разминулась Природа зовет, вы знаете Вы что меня считаете за дурака? Это немного слишком удобно, чтобы быть местом Да, наверное, слишком удобно, чтобы быть правдой Но это правда У меня нет достаточно убедительных доказательств Чтобы спорить с ней в этот момент Вы мне не верите, не так ли? Да, пожалуйста, может быть вы дадите мне шанс высказаться? Причины для подозрений Послушайте, я знаю, что вы меня подозреваете, потому что я одна из экипажа Но может быть вам и мисс Розу стоит подозревать? Именно она ведь владела ключ-карточкой от лифта И магазина, вы знаете Если спросите меня, это делает ее суперподозрительной Пожалуйста, мистер Нейро Нет, пожалуйста Не впутывайте в это мистер Нейро Только вы сейчас под подозрением Я этого не понимаю Почему вы внезапно прикрываете мисс Розу? О, теперь я поняла Может быть вы положили на нее глаз? Конечно же я держу на ней свой глаз Я же не могу... Нет Как это, блин? Сохранить Конечно я на нее пристально смотрю Я не могу ведь позволить ей сбежать, не так ли? Неважно Но вы хотите кое-что знать? Мисс Розу на самом деле немного... И совершенно не интересны люди Которые не способны оценить мое чувство дизайна Сейчас не время для таких разговоров Нет, это не единственная причина, почему я подозреваю вас Ваши заявления касательно мистера Хикса Также оказались ложью О, но... Если бы я не была бортпроводницей Вы бы меня не подозревали, не так ли? Мм, да Наверное, это справедливо Ее уже задержали для дальнейших расспросов Или вы уже забыли? О, да, похоже забыла Камень Не говори, что ты меня тоже подозреваешь Прости, но ничего не могу поделать Я имею в виду, кроме тебя Больше никто не мог этого сделать Не могу поверить, что ты думаешь так Я имею в виду, я, убийца Мисс Мелли Что вы еще имеете в виду, никто другой не мог этого сделать? Временем на твиче спамеры Не понял юмора А, нет, все нормально Уже забанен в этой комнате Сейчас извиняюсь Ладно А почему-то его сообщение не из сервиса Подождите И за что вы отвечаете, мисс Мелли Я слежу за комнатой для бортпроводителей Это не считается О, но я там много времени провожу Это вполне может быть моей ответственностью Да, по-моему, она и ответственность Это немного несовместимые понятия Мистер Эжевард Камень очень талантлива в языках Поэтому она помогает пассажирам, которые не говорят по-английски Особенно тем, которые говорят на боргиниском Она единственная на борту знает этот язык О, так вы имеете в виду такого рода во главе? Почему вы сразу этого не сказали? А что еще я мог иметь в виду? О, да, я очень хороша в боргиниском Она хороша в боргиниском То есть, я полагаю, вы также заполняете документы на боргиниском? На боргиниском? Или с боргиниском? Нет, боргиниском, я думаю Да Я занимаюсь тем, что так или иначе связано с боргиниском Хм, очень интересно На самом деле, ваше поведение на работе делает вас суперподозрительной в моих глазах А? Ну почему? Пока миста нейро занята с пассажирами и всеми своими обязанностями У вас очень много свободного времени И то есть, у вас достаточно времени, чтобы совершить убийство Протестую Майл Сэжвард Майл Сэжвард Я требую, чтобы Майл Сэжвард Майл Сэжвард Майл Сэжвард Маус Эджвард, я требую, чтобы ты воздержался от таких вопросов. Я не допущу, чтобы ты просто пробивался вперёд блефом, как один знакомый адвокат. Но я честно не верю, что мисс Мелли делает хоть какую-то работу на борту этого рейса. О, это неправда, мистер Эльзвард. Ну, хорошо. Всё, чем я занимаюсь, это комната-бортпроводниц и всё, что связано с боргиньей. Так, я думаю, здесь мы её и поймаем. Ура, Андрей. Я рад, что ты снова с нами. Подождите. Так что вы делаете, как главное во всём, что связано с боргиньей? Ну, я перевожу разные языки... Я перевожу разные с боргиньейского и обратно. Ками единственная в экипаже, кто знает боргиньейский язык, мистер Эльзвард. Мисс Мелли. То есть, и всю бумажную работу на боргиньейском ведёте вы? Да. Видите? Я здесь тружусь, не покладая рук. Да, похоже на то. Может быть, стоит спросить её чуть больше о её работе. Мисс Мелли. Очень некрасиво пытаться свалить подозрения на кого-то ещё. Я совсем не это делаю. Я просто говорю, что мисс Рода очень подоз... Ну вот снова, вы пытаетесь свалить на неё подозрения. Я не понимаю, что вы говорите. Это, наверное, очень абстрактная концепция. Единственное, что здесь абстрактно, это... То, что внутри твоей головы. Так, ладно. Это уже не такое, блин. Опять всё прочётал. В общем, нам, я думаю, надо именно последнее. Именно последнее надо проверить. Так, где-то у меня был фальшивый сертификат на Боргиниска. Нет, это не он. Тоже не то. А, вот, кажется. Нет. Да, вот он. Протестую. Так вы единственное, на этом рейсе говорите по-боргиниски. Это верно? О, да. Полагаю, так. Я какое-то время обучалась в Боргиниске. В таком случае... Подпись на этом документе. Принадлежит вам, не так ли? Это поддельные документы, созданные лишь с одной целью. Заставить любого, кто их прочтёт, поверить, что мистер Лобланк загрузил статую в Европе. Единственный человек, который мог приготовить... Нет. Создать этот документ на Боргинисском, вы, мисс Мэлли. Без вашего участия, контрабанда Али Фреда была бы невозможна. Не спите, когда я указываю на вас пальцем. О, я совсем не желаю спать. С вами. С вами. Так, нет. Я правильно смотрю в этот прикол. Ладно, лучше проверить, пока я не сказал, что нибудь не то. Ладно, либо она говорит, я совсем не мечтаю спать свой инстрижерт, либо засыпать при вас. Наверное, выбирайте, какой вариант вам больше нравится. Всё, как вы сказали. Вы признаётесь в том, что участвовали в контрабанде? Нет, совсем нет. Действительно, именно я подписал этот документ. Но одного этого факта недостаточно, чтобы подтвердить моё участие в контрабанде. Прямой связи нет, в конце концов. Всё, что у вас есть, это моя подпись над бумажкой. Правда? Вы действительно это подписали? Я должна была проверить, что груз был правильно загружен на самолёт. Так, что из Инжии. Нет, не Глеб, что-то наоборот. А, нет, наоборот, я пренебрегла проверкой груза, погружаем его на самолёт, простите. Похоже, она наконец-то проснулась. Это будет тяжёлая битва. Так. Так. Предполагаю, и это всего лишь предположение. Даже если бы я была вовлечена в контрабанду, вы не можете меня так просто обвинить в убийство. Протестую. Если вы были вовлечены в контрабанду, у вас был довольно-таки серьёзный мотив для убийства. Ведь агент Хиггс как раз расследовал контрабанду. И когда он подобрался близко, он был убит членом банды. Вы... когда-нибудь думали, что Мисс Рода тоже может быть членом банды контрабандистов? В конце концов, отлично от меня, Рода имела доступ ко многим вещам на этом самолёте по рабочим носкам. Хм. Что ж, возможно, была какая-то подстава в этом деле. О чём вы говорите? Не волнуйтесь. Я говорю не о вас. Я имею в виду убийцу. Сперва это был я, затем Мисс Танейра попала под микроскоп. Похоже, наш убийца старается свалить подозрения на тех, на кого только сможет. У вас нет доказательств, что Роду подставили? Равно как и то, что её не подставляли. На самом деле, я думаю, что она была вполне целенаправленной. Нет. Вполне осознательной целью с самого начала. Я думаю, изначально планировалось свалить вину на неё. И эта улика подтвердит мои подозрения. Интересно, какая улика. Это доказывает, что убийца планировал подставить Мисс Танейра с самого начала. А, наверное, вот это. Получай. Эта улика ответит на наши вопросы. Вы предъявляете какие-то улики, будучи лунатиком из Трэзер? Нет, как вы можете видеть, я проснулся. Блин, то есть... Не, ну логично же, что татуэтка была в магазине, только она могла быть в магазине. Ну ладно. Что же это может быть тогда? Так, вернусь в кадр. Норпавший мобильный телефон, показания. А, да, её любимый чемодан, наверное. Убийца где угодно мог спрятать тело, и тем не менее, он выбрал чемодан. Из чего бы это? Вероятно, что бы он смог перенести тело с нижней палубы на первый этаж. Тем не менее... Зачем ему так заморачиваться? Единственное, что могло... Как это могло обрести смысл? Это то, что убийца хотел подставить миста Нейра в данном преступлении. Миста Нейра покупала чемодан во время каждого рейса, над которым работала. Но... Если бы её чемодан подменили на тот, в котором труп... Это бы поставило её в очень неловкое положение. К сожалению для убийцы, турбулентность положила конец этому плану. Не было достаточно времени, чтобы положить тело обратно в чемодан. Следовательно, кто бы ни был виновен, изменил свой план. И попытался подставить меня, пока я лежал без сознания на этаже от турбулентности. Затем убийца попытался спрятать чемодан в полётном магазине. И принёс эту копилку в лифт, чтобы подделать орудие убийцам. Довольно таки... Много работы для бесплодных усилий. не находите? Похоже, убийце было тоже тяжело, а? Я имею ввиду... Почему вообще ему понадобилось так отчаянно кого-то подставлять? Это из-за обстоятельства, кстати, на данного дела. Такое особое обстоятельство вынудило убийцу кого-то подставить. Так. Итак, какое там? Сейчас посмотрим. Где происходило убийство? Когда происходило убийство? Кто был жертвой убийства? Наверное, последнее. Я думаю, что убийство агента Интерпола расследовали бы с особым... сейчас... тщанин... сраним, то есть. Убийца не знал, что делать с телом агента Пицца. Но когда все это происходило, рядом было довольно много пустых чемоданов. Будучи худым... человеком... будучи худшим человеком... будучи худшим человеком, да, убийца это... будучи худшим человеком, убийца подумал, что положить его тело в чемодан и вынести его. То есть... Весь план подставить кого-то был случайностью? Нет, я не это имел ввиду. Вы неправильно меня поняли, мисс Мелли. Единственное, у кого неверная дедукция, это ты. Подумай, прежде чем говорить снова. Терпение, Франциско. Я вот-вот раскрою правду. Да, в этом плане эта игра более жестокая. Насколько я помню, во многих диалогах... диалогах Феникс-Терати нас все-таки не наказывали штрафом за неправильный ответ. Именно когда надо было выбирать варианты ответов. Ну тогда, наверное, где происходило убийство? Впрочем, ладно, если я даже еще раз потеряю, ничего страшного. Олег играл бы. Осовым тестом было то, что убийство происходило посреди полета. неважно, в какой стране. Таможня весьма-таки серьезная в эти дни. Так что, что бы вы ни делали, вероятность того, что тело найдут, была очень высока. Более того, не было выбора, кроме как поставить миста Нейра или меня. Другими словами, единственные, кто подходит под эти преступные движения, не миста Нейра и не я. Но вы мистами Мэли. Только вы и лишь вы можете быть убийцей. И? Вы уже закончили? Я чуть не уснула опять. Ладно, давайте будем здесь честными. У вас ничего на меня нет, кроме всех этих сомнительных улик. Пока, Андрей. Я теперь могу видеть, как происходило убийство, но у меня нет решающей улики. Или может быть есть какая-то улика, на которую мы до сих пор не обращали внимания. Что-то, что все еще может подойти к большой картине. Может быть, следы? Видимо, нет. Телефон. У меня на самом деле нет улик. Я так и думала. Но лишь потому, что эта улика пропала, и ее до сих пор не нашли. Пропала? Что ты имеешь в виду? В таком сложном пазле, как это дело, есть один кусок, который все еще не подходит. И это мобильный телефон жертвы. Франциско. Ты ждала в аэропорту телефонного звонка с мобильного агента Хиггса? Или, по крайней мере, так ты мне сказала. Все верно. Но телефон агента Хиггса не был найден на месте преступления. То есть, имеешь в виду, что убийца забрала у себя? Точно. Я подозреваю, что если мы сможем найти телефон, он приведет нас к убийце. Ага, ну же. Будьте серьезнее. Если жертва разбилась насмерть, разве ее телефон не должен был разбиться тоже? Мы этого не узнаем, пока не пройдем маленький эксперимент, не так ли? Франциско. Я бы хотел попросить тебя о помощи. Ты же знаешь телефонный номер жертвы, не так ли? Конечно, знаю. Телефон агента Хиггса. Он звонит где-то здесь, сэр. Я тоже его слышу, детектив. Откуда он исходит? Мисс Мэлли, проснитесь. Простите, мистер Эзербург. Я внезапно стал очень сонливый. Это похоже на колыбельную, которую мне пели в детстве. Мне лучше побыстрее найти мобильный телефон. Так. И где он может быть? Ну, вообще, пожалуй, не будет лишним еще разок сохраниться. может быть он в одном из чемоданов может вернуть что здесь в настоящее место преступления осталось найти убийцу может быть здесь? ну же давай я думаю там не так много мест куда можно скрадать телефон листья точка в которой подмечен зеленый, а ну это просто выходная о стоп, хотя мы бы его тогда нашли скорее всего похоже что телефон сверху в комнате бортпроводников нам лучше туда поспешиться а ну да все правильно поэтому мне туда и указывают что-то он внезапно перестал бежать 12 марта 4.12 дня ай-390 первый этаж комната бортпроводников звонок исходит откуда-то отсюда, сэр мы должны его найти детектив похоже тут его нет, он где-то еще старт, щас он пойди возьмет, так хотя нет стоп, кажется этот шкафчик не был открыт звонок исходит отсюда, но его здесь нет, сэр почему у меня плохое подозрение о том что будет когда мы найдем телефон потому что скорее всего она не поленилась его тоже подбросить интересно может ли он быть внутри этого чемодана я оттуда ничего не слышал, сэр не думаю что преступник был настолько тут чтобы пытаться провернуть один и тот же трюк дважды ну похоже что бы он перепутался с этими вещами и потерялся тут ну что ж не похоже что его жертва просто где-то бросила, верно сэр? блин, где же тут дурацкий телефон? блин, где же тут дурацкий телефон? это панель контроля над лифтом переключатели установлены на первый этаж открыт то есть прямо сейчас он остановился на первом этаже блин оттуда исходит звонок, керп! что? нет, невозможно эта вероятно мобильные телефонor вы чей это шкафчик, керп? мистер Нейро 12 марта 4.28, нет, ну короче мы опять в грузовом отсеке ну как все проходит мистер Эржвард? где вы нашли мобильный телефон? я нашел его в комнате бортпроводников в шкафчике мисс Тенейро что оно? рода Тенейро я ничего не знаю об этом телефоне это была не я, это была не я мисс Фонд Карма, не так ли? я предлагаю вам немедленно арестовать мисс Фонд Тенейро протестую подождите мне есть теория это связано с происшествием с ключ-карточкой когда убийца пришел украсть ключ-карточку они одновременно с этим подбросили телефон в шкафчик мисс Тенейро протестую это точно связано с ключ-карточкой тем что здесь мы также не имеем доказать что именно это сделал убийца известный голос правды это улика что мне стоит делать? Франциска права я не могу бросаться безосновательными заявлениями хорошо зачем убийца забрал телефон у агента Хикса? на нем или в нем должно было быть что-то обличающее его подождите подождите что теперь Майл Сэгвард? это еще не окончено нам еще нужно понять зачем убийца забрал телефон что? внутри телефона находится последняя обличающая убийца улика мы должны не мать не его изучить он такой тоже и официальная она не сменит не сменит это оно не тело еще не сменит что же это? интересно что же это Может быть буква на циферблаке выглядит немного подозрительно или нет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...